Образ, который королевская семья демонстрирует публике, чрезвычайно важен, потому что он формирует мнение людей о них, а также олицетворяет цель, которой служат Виндзоры. Члены королевской семьи, такие как герцог и герцогини кембриджские, понимают силу того сообщения, которое несет в себе их одежда, и они, безусловно, используют это в своих интересах. Конечно, у них нет строгого цветового кода одежды, например, недавно Кейт появилась на премьере фильма о Бонде в потрясающем золотом платье в пол от Дженни Пекхам. А также надела фиолетовый брючный костюм от Эмилия Викста для тура по Северной Ирландии. Даже принцу или мне прочь поэкспериментировать, например, на первой церемонии вручения экологической премии Ретшот он был в темно-зеленом бархатном пиджаке. Но наиболее распространенным оттенком для семьи герцогов кембриджских всегда был синий. И когда вся семья в сборе, они предпочитают одеваться именно в эти тона, причем принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи также соблюдают семейный дресс-код. Журналисты пообщались с экспертом-психологом по цвету, чтобы понять, почему пара выбрала именно этот цвет и какое послание они несут с его помощью. Карен Халлер, психолог и автор книги о цвете, рассказала о мотивах выбора одежды для семьи кембриджских. По мнению Карен, синий выбран для передачи сообщения о доверии, авторитете и надежности. Кембриджи показывают, что они собираются вместе как семья, представляя себя как единое целое. Когда дело доходит до цветовой психологии, темно-синий цвет говорит о том, что вы находитесь в авторитетном положении, заслуживаете доверия, надежно и на вас можно положиться. У вас есть чувство долга, и вы относитесь к делу серьезно и сосредоточенно. Но у синего есть и отрицательная сторона. Вы можете показаться отчужденным и отстраненным, но кембриджи, безусловно, не хотят непреднамеренно создавать ощущение, что они недоступны. Еще одной королевской особой, прославившейся своей любовью к голубому цвету, была королева-мать. Она умерла в возрасте 101 года в 2002 году. Ее долголетие и преданность своим королевским обязанностям были предметом восхищения для многих людей. Так что вполне вероятно, что принц Уильям и Кэтрин выбрали синий цвет, чтобы подражать столь почитаемой памяти королевы-матери. А вот Елизавета II не из тех, кто предпочитает определенную цветовую гамму. Вместо этого она известна своими невероятно яркими пальто и такими же шляпами. В биографии 2011 года под названием «Наша королева» писатель Роберт Хардман написал Елизавету как очаровательно скромную и подробно описал один цвет, который она никогда не наденет. Вот как он пишет о своей беседе с монархом. «Я с любовью вспоминаю, как она когда-то сказала. Я всегда могу надеть бежевый. И тогда никто не узнает, кто я». В апреле 2011 года принц Уильям готовился жениться на Кейт Миддлтон. Конечно, любые влюбленные нервничают накануне свадьбы, но когда за твоей церемонией бракосочетания будет наблюдать весь мир, становится важна каждая деталь. Уже после свадьбы Уильям признался, что он поссорился с бабушкой Королевой из-за своего свадебного наряда. Принц хотел появиться в Вестминстерском аббатстве в центре Лондона в одном наряде, а Елизавета II предлагала другой. Через несколько месяцев после свадьбы герцог Кембриджский вспомнил этот эпизод в одном из интервью. Уильям носил сюртук Ирландской гвардии во время предыдущих королевских приемов, но был назначен полковником за два месяца до свадьбы. Королева настояла, чтобы в свой знаменательный день он надел красную тунику Ирландской гвардии. Однако стоит отдать должное королеве, которая в других эпизодах полностью поддержала Уильяма в его решении пригласить на свадьбу в первую очередь своих друзей. А уж потом заботится о многочисленных связях монархии с британскими семьями. Так что, как видим, королева к конечном счете сумела поддержать принца Уильяма. Ну а что касается кандидатуры Кейт Миддлтон, Елизавета II, как известно, ее одобрила. С момента свадьбы прошло уже 10 лет, и кембриджские стали родителями троих маленьких детей и берут на себя все большую роль в королевской семье. Принцесса Шарлотта, дочь герцогов кембриджских четвертая, в очереди на королевский престол сразу после принцев Чарльза, Уильяма и Джорджа. Однако, несмотря на то, что юная наследница трона, скорее всего, еще до конца не понимает, что ждет ее впереди. С уверенностью можно сказать, Шарлотта уже является одной из самых богатых наследниц Великобритании. Однако сюрпризы на этом не заканчиваются. Маленькая принцесса скоро получит в наследство от своей звездной бабушки еще одну семейную реликвию. Эксперты Букингемского дворца недавно поделились интересной информацией. Оказалось, что как только принц Вильям станет королем Великобритании, то у юной Шарлотты появится право выбрать дворцовую драгоценность. Но это еще не все. Стало известно, что в доме британской короны уже ведутся переговоры о том, что принцесса унаследует Тиару Спенсеров. Семейное украшение принадлежит ее бабушке, принцессе Диане, которая трагически погибла в автокатастрофе в 1997 году. Интересно, что с этой семейной реликвией знакомы многие. Традиционный королевский головной убор принцесса Диана первый раз надела в 1981 году на свою свадьбу с принцем Чарльзом. Кроме того, Тиара украшала голову Уэльской не только на этой церемонии. Диана использовала ее на государственных ужинах в 1983 году в Брисбене, Австралии. Известно, что в настоящее время Тиара хранится у младшего брата Дианы, девятого графа Спенсера Чарльза, который живет в семейной резиденции Олтерпов, которая в скором времени будет унаследована Луи Фредериком Джоном Спенсером. К слову, Уэльская выбрала фамильную Тиару Спенсеров, чтобы подчеркнуть не только свое происхождение, но и отдать дань уважения семье, которая воспитала ее прекрасным человеком. Существует легенда о том, что Диана часто выбирала это украшение, чтобы сохранить свою личность, историю и происхождение. Оказалось, что Уильям прекрасно знает, что у графа есть собственные дочери, однако они оба согласились, что культовое украшение Дианы будет принадлежать ее первой внучке. Многие могут вспомнить о недавно появившейся на свет малышке Лилибет, но она не является первой дочерью будущего короля. По правилам Королевского кодекса невесты представителей монаршей семьи одалживают головной убор у королевы. Но когда принцесса Диана выходила замуж за Чарльза, то решила использовать одну из семейных реликвий, вместо тех, что принадлежало дому британской короны. Тиара Спенсеров начинает свою историю с 1930-х годов и была разработана британским ювелирным домом Гэррот, который также работал над другими драгоценностями, принадлежащими этой семье. В том числе украшение в форме сердца, которое стало свадебным подарком Диане от ее бабушки, леди Изабеллы, седьмой графини Спенсер. Оказалось, что юная Шарлотта в курсе того, что в скором времени станет владелицей самого культового украшения в истории монаршей семьи. Инсайдеры говорят, что у будущей наследницы трона кружится голова от волнения, потому что стать хозяйкой такого украшения действительно большая честь. Шарлотта знает все о своей бабушке Диане. В конце концов, Диана – одно из ее второго имени. Она также видела фотографии, на которых Диана была в этой тяре, сообщил источник. Оказалось, Шарлотта уже давно осведомлена о том, что она принцесса. Девочка готовится к этой роли, примеряя игрушечные диадемы и платья. Сегодня принц Уильям носит почетный титул герцога Кембриджского, а вот в школьные годы к нему обращались совсем не по-королевски. Оказывается, у внука Елизаветы II было далеко не самое престижное прозвище. Дело в том, что в юношестве принц Уильям не отличался примерным поведением. Забойный характер герцога Кембриджского наградили нелестным прозвищем. Шумный, дерзкий и непокорный, Уильям вскоре рассердил своих одноклассников. Проталкиваясь вперед в очереди на обед и участвуя в драках на игровой площадке, рассказал королевский биограф Роберт Лейси. По словам королевского эксперта, одноклассники называли юного принца Уильяма Башором Уилсом или Билли Башором. Уильяму еще не исполнилось 10 лет, а он уже установил образец открытого пренебрежения и агрессии по отношению к своему отцу, который будет отмечать его раннее взросление. Молодой принц получил прозвище, когда в сентябре 1985 года поступил в детский сад миссис Джейн Майнерс в Нотингхилле, недалеко от Кенсингтонского дворца.